Анастасия очень любит розовый цвет, но она это отрицает. В общем, я взяла кофе, а он в розовом стаканчике. У меня что-то с телефоном, он постоянно теперь прерывается. Настя, тебя в розовый налили. Возвращаясь в розовый налили. Возвращаясь в розовый налили. Вот разбираю тумбочку и думаю, а мне вообще надо ее разбирать или не надо? Может и не надо? Может и не надо? Ну, она может и так повезетилась. Может быть. Это вряд ли, конечно, потому что нам надо еще зеркало. А зачем ты это откручиваешь все? А что надо откручивать? Вот эти штучки выкрутил, они снилось. Ну что, мы с трубами повезем? А, ты реально? Ну да. Ну я их тоже выкрутила. Ну, это страшно. Тресло надо забрать, помод. Не знаю, поднимай, пожалуйста, смотри, это тяжелый. А, Саня, это не тяжелый. Тепло и тепло. Тепло и тепло и тепло и тепло. Все, мы все загрузили и сейчас с папой едем. Я практически ничего не снимаю, потому что все было в такой суматохе. В общем, перевезли мы мебель. Она находится вот здесь. Педикюрное кресло, вытяжка, кресло в зоне ожидания, тумбочка. Ну и комод. Пока на этом все. Красивый? Вообще это мой канал, а не твой. Когда заведешь свой канал, тогда будешь красивый там. А за сутки. Пока на этом все. Пока. 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 у меня очень сильно болит голова я приехала в королев у нас там уже с нового года в торговом центре закрыта аптека я естественно никуда больше не пошла у меня не то что голова у меня в висок аж долбит очень сильно у меня обычно если болит голова то это такие височные боли вот не илья принес таблетку а запить ее нечем ее блатнула на что-то она не особо короче сейчас мы все соберем и я все покажу Как вы думаете, лучше, чтобы кресло стояло в таком положении? Ну, стол, соответственно, будет здесь, но он немножко будет поближе ко мне, вот, ну, я его чуть-чуть подвину, либо можно его сильно подвинуть вот сюда, а кресло развернуть, боком поставить. Смотрите, как идеально вошел комод, просто. Я думала, что придется его немножко отодвигать, тогда на вот такое расстояние, чтобы утопить немножко эту розетку. А он идеально просто встал. Как здорово! Кстати, вы мне советовали не убирать кирпич пока что, и я его оставила, но так и не поняла, для каких целей он мне нужен. Надо, кстати, у соседки спросить, может, она больше знает, чем я. Вот я спрячу весь шнур. Вот эту штуку. Достали, не буду лучше. Вытяжку я тоже забрала, Анастасия заказала другую. Так, что делаем? Че видишь, что я делаю? Я не знаю, как у нас с мастером придет. Если мастер будет, то я бы хотела. Девочки, очень много поступает вопросов, что за аппарат. Вот такой номер у него. Это Маратон, обычный Маратон. Вот, если вы вобьете, например, там на Яндекс Маркете, да, Маратон N2R, то вам выдаст примерно либо такую же модель, либо похожую. Сейчас я вам покажу. Не знаю, выдаст ли вам это что-то. Ну вот, это обычный Маратон. Вот так вот. Тут всякие штуки от ручки, коробочка. Просто я показала аппарат и ничего о нем не рассказала. Но вот это другая модель. И я так полагаю, что это помощнее у меня. Он самый легенький, самый маленький просто. И девчонки в Telegram написали, что, возможно, его нельзя переключать. Потому что, как бы, переключать на ходу реверс, это можно только на дорогих аппаратах, которые стоят там, ну, 50 и плюс. Вот. Ну, 50 тысяч плюс. А мой стоит, как бы, сейчас, по-моему, 15 тысяч. Вот. Ну, не знаю. Производитель ведь разрешает. Значит, можно. Посмотрим, как будет. Как-то. Так. Ручка вот такая вот узенькая. А, кстати, сейчас спрашивали по поводу вот этого наконечника. Это обычная фреза. Как я понимаю... Так, фокус потерялся. Это шарик, который Дарья окунала несколько раз в гель. В какую-то, возможно, в какие-то блестки или что-то типа того. В общем, она сама его сделала. Вот. Если хотите, там, колечки делали, например, с полигеля, то можете и такой шарик сделать тоже сами. В общем, вот такой срач я оставляю. Но уже поздно, и нам пора. У нас есть свои дела. Приеду потом, уберу все. Пока это выглядит вот так. И стеллажик мы поставили сюда. Вот. Так и моя обувь будет немножко прикрыта. И девочкам будет куда сумки поставить. Я его потом... Вот это вот все уберу в комод. Тут есть полочки. Я все это оформлю. И все будет хорошо. Одну шторку мне Илья сделал. Две других пока не получается. Вот. И, пожалуйста, скажите, что мне делать с моим педикюром? Может быть, его действительно повернуть? Потому что если его немножко вот так выдвинуть, чтобы тумбочка заехала, то тогда вообще мало места до стола получается. Короче, как-то так. Буду ждать ваших комментариев. Обязательно говорите, как вы видите мое пространство. Все. Всем всего хорошего. Пока-пока.